Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире Сыны Западной Армении Демерчаны. Вопросы армян Западной Армении. Присутствие иностранных вооруженных сил в регионе осложнить ситуацию МИД Ирана. Председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания в Франции посетил мемориал Цицерна Каберт. Вооруженные дислокации Баку от Бердзорского коридора до Степанакерта, от Степанакерта до Акне. Шар Мишель, похоже, не слышит, что Европарламент хочет сказать про Арцах Луазо. Фестиваль духовной музыки в Армении. 27 сентября 2020 года семья Демерчан готовилась отметить десятилетие самой младшей в семье дочери Адрианы. На рассвете раздались звуки взрывов, началась война. Старшие дети помогали 40-летнему Сереже Демерчану по скотоводству в Лисогоре. Остальные дети семи находились с мамой в общине Иванян Аскеранского района. Как рассказывает старшая дочь Светлана, мы думали, что война скоро закончится. Но увидев серьезную ситуацию, 5 ноября уехали в Ереван. Отети пятеро детей остались в Арцахе, поставляя на машине еду военнослужащим, пытаясь хоть как-то помочь. Поняв, что ситуация не стабилизируется, Сережа решил забрать детей из Лисогора. С ним были Шурины, Артуш, Сасун, Таруяны. Телефоны родных были недоступны. Дочь считала, что родные попали в плен. 15 ноября мы вернулись из Еревана в Арцах. 17 ноября позвонил дядя и сказал, мы их нашли. Позже выяснилось, что по дороге в Лисогор автомобиль УАЗ, которым управлял Сережа, был подорван азербайджанцами. Сережа, Артур и Сасун погибли. Семья Домирчан живет в своем доме в селе Иванян Аскеранского района. 8 из 10 детей несовершеннолетние. Старшим детям без отца сложно, младшие пока не осознают этого. Спасательные отряды нашли тело Сережи Домирчана 12 ноября на дороге Шуши Лисогор. О свидетельстве о смерти записана дата 9 ноября. Сережу похоронили в селе Дебедаван Ноемирянского района. Война подвергла новым испытаниям ход развития армяно-курдских отношений. Лидеры младатурок прекрасно осознавали, что логическое решение вопроса армян в Западной Армении может привести к независимости Армении. Даже они были готовы смириться с потерей обширных и богатых арабских земель, но только не Армении, поскольку она была на дороге, ведущей к Великому Турану, который имел жизненно важные значения для турецкого народа. С целью устранения данного препятствия Османская империя разработала программу геноцида армянского населения страны и выселения армян из колыбели в Западной Армении, которую и осуществили в годы войны. Младатурецкое правительство решило использовать военную силу курдов как в боевых действиях, так и во внутриполитической жизни. Все чаще встречались случаи, когда армянское и курдское крестьянство совместно выступали против грабящих бегков и ага. В 1907 году армянские крестьяне 48 часов в Вилая Тивана и районе Шатаха воевали против курдских разбойников, которые отобрали скот курдских крестьян. Совместными усилиями украденный скот был возвращен хозяевам. До военные годы Россия пыталась угодить курдам, однако в начале войны, убедившись, что курды безоговорочно поддерживают турок, резко изменила свою позицию и во время военных действий разрушились курдские села и населенные пункты. Фактически среди курдов нашлись те, которые не только не участвовали в резине армян, но и предоставляли убежище армянам. Многие вожди племен подверглись турецким гонениям только за то, что взяли армян под свою защиту, переодевая их курдские костюмы. Игнорировать и не учитывать этот факт означает, вещать историю армяна-курдских отношений в одностороннем порядке. Курдский фактор помог туркам окончательно решить вопрос армян в Западной Армении, без которого это было бы невозможно. Вне сомнения, что если бы не курдская помощь, турки бы столкнулись с большими трудностями в своих начинаниях против армян. Это было совершенно естественно. Западная Армения была завоевана турками, более полтора миллиона армянского населения было истреблено, а оставшиеся в живых скитались по палящим арабским пустыням, покоились в песчаных дюнах Дер-Зора. В результате геноцида на территории Западной Армении курдский этнический элемент приобрел доминирующее положение и составил большинство. Казалось бы, осуществлялась обещанной молодотурками курдам программа создания автономного Курдистана. Однако для молодотурок неотложным вопросом повестки стало решение курдской проблемы. Настало время, чтобы курды извлекли уроки из истории. Сегодня проживающие в Тигранакерте исследователи Аднан Челик и Намк Кемальдинч записали устные воспоминания курдского населения Тигранакерта о геноциде, совершенном против армян, назвав их «Столетняя боль, следы общественной памяти 1915 года в Тигранакерте». В книге говорится про дружественные армяно-курдские связи, традиции, культуры быта, армяно-курдских столкновений и переживаний геноцида. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахьян в телефонном разговоре с Араратом Мирзояном коснулся совместных военных учений США в Восточной Армении, предупредив, что присутствие каких-либо иностранных вооруженных сил в регионе осложнит ситуацию. Иранский министр подчеркнул необходимость поиска решения региональных проблем для достижения прочного мира. Диалог и региональные механизмы, включая формат 3 плюс 3, Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Турция, Иран являются наиболее эффективным путем достижения прочного мира. Правительство Западной Армении может понять обеспокоенность властей Ирана касательно присутствия иностранных сил во время совместных военных учений в Армении. Но нужно также учитывать присутствие джихадистов во время войны 2020 года на границах Западной Армении, Арцах плюс Нахиджеван, при поддержке Турции, западных и израильских военных технологий, а также молчания Ирана. 14 сентября делегация во главе с председателем комиссии по внешним отношениям Национального собрания Франции Жаном Луи Бурланжем в сопровождении председателя постоянной комиссии Национального собрания по внешним связям Саркиса Ханданяна и чрезвычайного и полномочного посла Франции в Республике Армении Оливье Дюкотини посетили мемориальный комплекс Тицернакоберт. Как сообщает из института геноцида гостей встретила и представила историю мемориального комплекса замдиректора по музейным работам Люсине Абраамян. Представила историю трех хачкаров, установленных на территории Цицернакоберда в память об армянах погибших в резне, организованной правительством Азербайджана в городах Сумгаид, Кировабад, Баку в конце прошлого века и о пяти борцах за свободу погибших в арцарской войне. Похороненных усиленной памяти подчеркнул связь между произошедшим и осуществленным против армян геноцидом. Господин Жан-Луи Бурланш возложил венок мемориалу, увыковечивающему память жертв геноцида, после чего гости возложили цветы к вечному огню и минутой молчания почтили память неверной жертв геноцида арминоцида, совершенного против армян. Гости осмотрели музей геноцида, где в сопровождении старшего искусствовода музея Асмик Мартирусян ознакомились с постоянной и временной экспозиции, после чего господин Жан-Луи Бурланш сделал запись в мемориальной книге почетных гостей. Выразив благодарность за визит, заместитель директора музея геноцида Люсины Абрамян вручила почетному гостю книги, рассказывающие о геноциде, совершенном против армян. Экс-омбудсмен Армении Арман Татуям выявил дислокацию азербайджанских вооруженных сил от Бердзорского коридора и дороги на Степанакерт и от Степанакерта до Актама. На этих картах указаны места, где с 12 декабря 2022 года по 23 апреля 2023 года находились перекрывшие дорогу экоактивисты – агенты бакинского правительства. Также установлено местонахождение транспортных средств азербайджанского красного полумесяца. Данные карты и местоположения еще раз доказывают, что Бердзорский коридор важен для сохранения идентичности этнических армян Арцаха. Открытие Агдамской дороги представляет собой антологическую угрозу для армян Арцаха и не может быть альтернативой Бердзорскому коридору. Шарль Мишель, похоже, не прислушивается к тому, что Европарламент хочет сказать про Арцах. Об этом написала голова ГОД Комитета по безопасности и обороне Комитета по международным отношениям Европарламента Натали Луазо в своем официальном микроблоге Twitter. «Россия – это не решение, консультации с Турцией – не очень хорошая идея. Европейская дипломатия должна прекратить импровизировать и стать сильнее». При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армении Национальный центр камерной музыки проводит фестиваль духовной музыки, в рамках которого будут проведены областные концерты. 22 сентября в храме Патерни состоится концерт с участием Государственного камерного хора Армении художественный руководитель и главный дирижер Роберт Млакеян и Государственного камерного оркестра Армении художественный руководитель и главный дирижер Ван Мартирусян. Дирижер концерта – народный артист Республики Армения Роберт Млакеян. В концертной программе прозвучат произведения Комитаса, Мансуриана, Моцарта, Шуберта, Форе, Барбери и прочих. 23 сентября в церкви Сурб Ас-23 Брежни пройдет концерт с участием Государственного камерного хора Оверь, дирижеры Сона Ауганесян и Нарине Восканян и Ереванского государственного камерного хора художественный руководитель и дирижер Кристина Восканян. Будут исполнены произведения Саака Портева, Нерсеса Шнурали, Комитаса, Аванесова, Казаряна, Лотти, Бухенверга, Вакска, Монтьярви. Начало концерта в 19.00. Вход на мероприятие свободной. И в завершении новостей послушаем Русинэ на Петян Орим Орим. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok